Всем привет! Сегодня мы с вами готовим шоколадные трюфели. Для тех, кто любит шоколад, это просто беспроигрышный вариант, при этом в приготовлении ничего сложного нету, а в результате получаются действительно очень вкусные конфеты с нежной кремовой текстурой. При попадании в рот конфета мгновенно тает, обволакивая все рецепторы. Это действительно очень вкусно. Ну и, как я сказала, в приготовлении ничего сложного нету. Для этого нам понадобится черный либо молочный шоколад, сливки, мед, мягкое сливочное масло и коньяк, либо ром, либо какой-то ликер, например, бейлис. Ну, это изюминка для взрослых, если ваши конфеты будут кушать и дети, лучше коньяк, ром, ликер, естественно, не добавлять. Очень важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, кроме сливок их мы все равно будем прогревать. Давайте готовить. В сотейник выливаем сливки и мед. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим массу до растворения меда и до активного парения сливок. Как только масса стала однородной, на дне начали появляться первые пузыри, снимаем сливки с плиты. Шоколад пересыпаем в тарелку, либо, как я, в мерный стакан. Как вы видите, у меня шоколад в калетах, и поэтому я могу его предварительно не растапливать. Но если у вас шоколад крупными кусочками, то вы можете его предварительно растопить на паровой бане, либо в микроволновой печи импульсами. Выливаем сливки с медом на шоколад и оставляем на минутку, для того, чтобы шоколад начал таять. Спустя минуту перемешиваем массу лопаткой. И затем пробиваем блендером. Добавляем мягкое сливочное масло и снова пробиваем блендером. И, наконец, ром, который также комнатной температуры. Видите, какая в результате получается глянцевая шоколадная масса. Накрываем все пленкой в контакт. Отправляем массу в холодильник стабилизироваться минимум на 12 часов. Спустя 12 часов мы достаем нашу стабилизированную массу из холодильника и приступаем к формированию конфеток. Подготавливаем досточку с пергаментом. Снимаем с шоколадной массой пленку. Видите, она легко сходит. И надеваем перчатки. Чайной ложкой захватываем шоколад и кладем на пергамент. Если у вас есть специальная ложка для мороженого, это вообще идеальный и удобный вариант для формирования конфет. Но, естественно, нужно регулировать массу конфет. Теперь берем каждую заготовку и формируем шарик. Под конец перчатки, конечно же, уже все в шоколаде, так как он тает под воздействием теплоты рук. И при этом на конфетах образовывается определенный рисунок, который очень типичный для трюфелей. Отправляем наши конфетки охлаждаться и застывать в холодильник на 1 час. Прошел час, конфеты хорошенько охладились, но перед тем, как достать их из холодильника, мы подготовим все для декора. Есть три варианта декора трюфелей. Первый и самый простой вариант, это просто валять конфеты в какао. Второй вариант, покрыть растопленным шоколадом, в идеале темперированным. И третий вариант, покрыть растопленным шоколадом и сразу же обвалять в какао. Мы сейчас с вами сделаем все три варианта декора. Для этого нам понадобится какао и шоколад. И я вначале растоплю шоколад на паровой бане. Растапливайте шоколад не сильно активно, для того, чтобы он достиг максимум градусов 40 и не был слишком горячим. В идеале, если у вас есть желание и время, вы можете протемперировать шоколад. У меня есть видео на канале по этому поводу, поэтому переходите и смотрите. Растопится шоколад, достанем конфетки и будем их украшать. После того, как шоколад растопился, снимаем его с плиты. И я его переливаю в емкость поменьше. Подготавливаем доску с пергаментом. Достаем конфеты из холодильника. Надеваем перчатки и делаем первый вид конфет. Берем шарик и обваливаем его в какао. Кладем на пергамент. Делаем второй вид. Берем шарик, наполовину окунаем его в шоколад и как бы растираем шоколад по поверхности трюфеля. И в третьем виде окунаем шарик в шоколад, растираем и сразу же обваливаем в какао. Отправляем трюфели в холодильник на последние 20-30 минут, для того, чтобы глазурь хорошенько застыла. Хотя вы и так только что видели, что трюфели, покрытые только шоколадом, уже схватились. Прямо эффект темперированного шоколада благодаря тому, что конфеты были охлажденные в холодильнике, шоколад был слегка теплый и сразу же образовалась тоненькая корочка шоколада. Отправляем в холодильник на полчасика. Спустя 30 минут достаем конфеты и перекладываем их на тарелочки. Вот такие трюфели у нас получились. Давайте рассмотрим поближе. Первый вид трюфели в шоколаде. У них тоненькая корочка шоколада и типичная для трюфелей ножка. И вот такие нежные, кремовые, они внутри. И я вам даже показала, как выглядит конфета при укусе. Второй вид трюфели в шоколаде и какао. Конфета получается очень текстурная, красивая, ну и, конечно же, очень вкусная. И, наконец, трюфель просто в какао. Гладенький, аккуратненький. При желании лишнее какао можно убрать, поместив трюфели в сито для муки и немного их встряхнуть. Также трюфель можно преподнести в качестве подарка. Для этого у меня есть вот такая коробочка для конфет. Внутрь я уже поместила бумажные формы. И раскладываем конфеты. Первая линия трюфели в какао. Последняя трюфели в шоколаде с какао. И центральная линия трюфели в шоколаде. Вот такая красота получилась. Кстати, ко дню всех влюбленных это отличный и подарок, и угощение к бокалу шампанского, например. Ну или к чаю. Простые, но очень вкусные шоколадные трюфели готовы. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что невкусным это быть просто не может. Сочетание шоколада, сливок, сливочного масла, ромом, либо ликером. И в результате получаются очень вкусные конфеты. Здесь порция совсем небольшая. За один вечер она разлетается. Вы можете все ингредиенты спокойно удваивать, утраивать. Пару дней в холодильнике конфеты и могут храниться. Мне больше всего нравятся трюфели, покрытые шоколадом и шоколадом. И какао это и логично, потому что присутствует хрустящая, тоненькая корочка шоколада. А внутри масса очень мягкая. Как я говорила в начале видео, она просто расплывается во рту мгновенно. Ощущение очень теплое. Если присутствует ром, либо коньяк, то есть такая интересная изюминка и послевкусие. Поэтому пробуйте готовить. Не забудьте поставить лайк этому видео. Пишите ваши комментарии. И встретимся в следующих видео.